В эту субботу, 6 октября, в Лас-Вегасе состоится бой, который называют главным событием в мире смешанных единоборств. Российский боец Хабиб Нурмагомедов сразится с ирландцем Конаном Макгрегором. Смешное единоборство, проще ММА, вот уже несколько лет на пике популярности во всем мире. Иваново не исключение. Федерация смешанных единоборств существует в нашем городе уже несколько лет. За это время в нее вступили несколько клубов, в которых занимаются ММА. Единоборство привлекает людей всех возрастов. Особой популярностью пользуются у подростков. Выходить на ринг и участвовать в официальных соревнованиях можно с 12 лет. Уже в этом месяце, 21 октября, на базе спортивного комплекса «Факел» в городе Иваново будет проходить так называемый фестиваль «Русская сила», в рамках которого будут проходить поединки среди юношей 12-13 и 14-15 лет. По правилам смешанного единоборства ММА. Смешанное единоборство внешне похоже сразу на несколько видов спорта. ММА – это полноконтактный бой, включающий работу в стойке и в партере на полу. Бытует ошибочное мнение, что смешанное единоборство – это бои без правил. На самом деле правила есть, причем весьма жесткие. Разработаны они, чтобы минимизировать риск травмы во время поединка. «На середину. Парни, еще раз напоминаю правила. Работаем два раунда по три минуты. Затылок, позвоночник не бьем. Эктивировку каната не прихватываем. Внимательно слушаем мою команду, соблюдаем правила. Броски на голову запрещены. Руки пожали. По углам. Смешанное единоборство в некотором роде похоже на бокс. Правда, вместо перчаток здесь используются более легкие накладки на кисти рук. Для защиты бойцы используют специальные щитки на ноги. Если в конце прошлого века ММА заработали себе репутацию кровавого спорта, то теперь все иначе. Уровень травматизма на поединках ничуть не выше, чем в других видах спорта, где используется ударная техника. По правилам Союза ММА России запрещены удары локтями в голову, запрещены болевые на кисти рук, тычковые удары в глаза, удары против естественных сгибов конечностей, запрещены болевые приемы на позвоночник, скручивание шеи. Если для одних ММА это первый в жизни серьезный вид спорта, то другие пришли в смешанное единоборство уже с серьезным опытом за плечами. Айк Казарян с детства занимался гимнастикой, после долгие годы тэквондо. Пять лет назад решил попробовать себя в чем-то новом. Теперь Айк единственный в Ивановской области мастер спорта по смешанным единоборствам. Этот вид спорта интересен тем, что здесь разнообразие. Очень, можно сказать, все виды спорта в одном виде собраны и каждый может показать что-то свое. Не менее удачную спортивную карьеру тренеры прочат еще одному ивановскому бойцу Евгению Ершову. Молодой человек несколько лет серьезно занимался боксом, удар у него поставлен. Залог успешного выступления на ринге – регулярные тренировки по три раза в неделю и правильный настрой. Если сомневаться в своих силах, соперник быстро почувствует это и отправит в нокаут. Смешанное единоборство более красочное, задействует все виды тела, руки, ноги, борьба. Мои ноги красивее и я себя удобнее чувствую в смешанных единоборствах, чем в боксе. На общероссийском уровне ивановские спортсмены хорошо себя зарекомендовали. Кто знает, возможно, через несколько лет за их карьерой будут следить так же пристально, как за предстоящей схваткой Нурмагомедова и Макгрегора. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ «Иваново».